В этом видео покажу и расскажу, как делать цветокоррекцию видео с помощью масок. Во время обработки фотографий я редко работаю полностью со всем снимком. Я работаю обычно с отдельными частями снимка, потому что разные объекты экспонируются по-разному и обрабатывать их нужно будет тоже по-разному. И в этом очень хорошо помогают маски, то есть, соответственно, можно выделить какой-то определенный объект на фотографии и работать с ним точечно. И если с фотографиями все понятно, у нас есть один статичный кадр, мы на него применили одну отдельную маску и с ней работаем, то с видео все намного сложнее, потому что это динамичная картинка и в зависимости от того, сколько кадров в секунду вы использовали, у вас может быть 25, 30, 60, 200 и более кадров в секунду. И вам нужно использовать динамические маски, которые меняются со временем. Все работы мы будем проводить на ноутбуке Asus ProArt StudioBook 16 OLED. Внутри есть все необходимое для создания профессионального контента. Мощный процессор Ryzen позволяет без тормозов работать с 4К видеоисходниками, даже в формате RAW. А скорость финального рендера приятно удивит. На борту этого ноута мощная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3070 с 8 ГБ видеопамяти. Неважно, что вы делаете в проекте и какие эффекты используете, монтаж будет в реал-тайме и в максимальном разрешении. 4К OLED-дисплей, имеющий заводскую калибровку, подтвержденную сертификатами, идеально подходит для работы с цветом. А еще ноут имеет драйверы Studio, которые обеспечивают надежность и стабильность рабочего процесса, особенно в условиях работы с несколькими приложениями одновременно. Переключиться на Studio-драйверы можно в приложении GeForce Experience. RTX Studio дает значительное ускорение в Adobe Premiere Pro, Cinema 4D, Blender, DaVinci Resolve и 3D Max. Кстати, данный ноутбук имеет крутой контроллер, позволяющий удобно работать в различных программах, например, в Lightroom или Photoshop. Количество программ постоянно увеличивается и обновляется. С помощью программы ProArt Creator Hub можно настроить удобные функции для каждой программы, которые будут выполняться с помощью данного контроллера. В общем, это целая настоящая мобильная станция для творческой работы. Двигаться будем от простого к сложному. Вот первый пример. Калининград на закате, дом советов. Солнце садится за зданием и сразу бросается в глаза, что небо экспонировано гораздо лучше, чем земля. Обратите внимание, линия условного горизонта довольно прямая, за исключением нескольких антенн на крыше в самом начале. Но эти детали настолько мелкие, что ими можно просто пренебречь. План уже находится на таймлайне. И сейчас мы будем рисовать маску, которая отделит небо от земли. Для этого нам нужно скопировать подготовленный план и поместить его на таймлайне на одну дорожку выше. Чтобы в премьере нарисовать маску, выделяем нужный план и выбираем вкладку Effect Control. Здесь ищем параметр Opacity и раскрываем его. Здесь вы увидите уже готовые формы масок в виде прямоугольника и эллипса, и инструмент перо. Именно с его помощью мы будем рисовать маски вручную. Ставим ползунок на начало плана и рисуем маску на линии горизонта. По умолчанию маска статична. То есть при запуске видео кадры меняются, а вот маска нет. Для анимации маски нам необходимо создать контрольные точки. Изменения маски будут происходить плавно от одной контрольной точки к другой. Посмотрим план еще раз и при необходимости создадим большее количество контрольных точек, корректируя положение маски. Здесь же во вкладке Opacity мы можем изменить значение Fizer. Это размытие границ маски. Подбираем значение, которое поможет нам сгладить переход. Теперь на таймлайне два плана. Внизу оригинальный план без изменений, сверху слой, на котором выделено именно небо. Можно независимо друг от друга красить небо и землю, добиваясь необходимого цветового решения. Давайте рассмотрим второй пример. Это зима на Полярном Урале. На первый взгляд, пример очень похож на предыдущий, если бы не одно но. Контуры гор довольно резкие и вручную нарисовать качественную маску в премьере даже с растушевкой у нас не получится. Для этого воспользуемся After Effects. Как и в предыдущем случае, дублируем план. Выделяем оба плана, жмем правой кнопкой мыши и выбираем Replace with After Effects Composition. После нажатия After Effects откроется автоматически и перенесет подготовленные планы из премьера в After Effects, создав идентичную во всех параметрах композицию. А на таймлайне в премьере выделенные планы будут заменены одной композицией из After Effects, то есть работать с видео можно в After Effects, а вот рендерить итог в премьере. В After Effects есть отличный инструмент для работы с анимировыми масками. Rotobrush Tool. Нажимаем на Rotobrush и дважды кликаем на плане, где мы собираемся рисовать маску. У нас открылся вспомогательный экран для работы с Rotobrush и перо, которым мы просто обрисуем зону, которая должна ограничиваться масками. Ставим ползунок в самое начало плана, зажимаем левую кнопку мыши и начинаем рисовать. Размер пера можно изменять, двигая мышь при нажатой клавиши Ctrl и левой кнопке. Здесь важно не закрасить лишних деталей. В случае, если вы ошиблись, зажмите Alt и перо изменит свой цвет на красный, и вы сможете стереть лишнюю часть маски. После того, как вы закончили с маской, обратите внимание на вот этот ползунок. Его нужно растянуть на весь план, где будет просчитываться маска. После нажимаем Freeze и инструмент Rotobrush сам просчитает границы маски, привязав их к границам выделенных объектов. Опять у нас два плана. Земля отдельно, небо отдельно. Обратите внимание на параметр Feather. Как и в премьере, он растушевывает края маски для сглаживания границ перехода. Перед покрасом я рекомендую сделать Pre-Compose слоев, которые работают с масками. Выделяем нужный слой, идем в Layers, Pre-Compose. Теперь наш план с маской внутри этой композиции и при покрасе все пройдет как надо. Привычные Lumetri Colors находятся здесь, на панели эффектов. Третий и самый сложный пример – учебное судно Мир. Как видите, здесь очень много мелких деталей текелажа корабля на фоне неба. Да и вода достаточно грязного цвета. Перенесем планы в автор. Для того, чтобы отделить передний план от неба, воспользуемся Lumo Mask. Для этого на дубль основного слоя мы применим эффект Tint, выбрав абсолютно белый для светлых участков и абсолютно черный для теней. С помощью кривых регулируем контраст так, чтобы на нашем плане не осталось серых участков. Только ЧБ. Обратим внимание, у нас не получилось полностью убрать некоторые облака, плюс на переднем плане некоторые поверхности отражают свет и уходят в пересвет. Это мы можем исправить с помощью простых масок. Создаем новый цветной слой. Выбираем абсолютно черный. и инструментом Pen Tool, отключив предварительно отображение нового черного слоя, рисуем маску и анимируем ее с помощью контрольных точек, как в Premiere Pro. Аналогично, только со слоем белого цвета, для неба. Не забываем про параметр Fizer. ЧБ-результат вместе со всеми новыми слоями прекомпозим. Делаем дубль оригинального слоя и выбираем эффект Luma K. Применяем его к черно-белому слою. В эффекте ставим K Out Brighter и подбираем необходимое значение, чтобы вырезать все белые зоны. Здесь, на таймлайне, у плана под черно-белым слоем, выбираем параметр Alpha Mate. Видим, что теперь к слою применялась маска, которая использует в качестве ограничения черный цвет. Теперь попробуем отделить воду, уже знакомым нам инструментом Rotobrush. Кликаем на Rotobrush, двойной клик по слою и уже знакомым методом выделяем поверхность воды. Растягиваем ползунок на всю длительность плана и жмем Freeze. Получаем вполне себе годную маску, которая отделяет воду. Прекомпозим этот слой. Теперь можно работать с цветом каждого слоя отдельно. Другие мои видео уроки и не только мои, а вообще в принципе видео уроки от представителей креативных индустрий, вы можете найти на портале Asus Studio и узнать много полезной информации совершенно бесплатно. Если было полезно и интересно, обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Пишите свои комментарии, ставьте лайки и на этом на сегодня все.